О ремонте дорог сегодня говорил и Владимир Гройсман. Он заявил о том, что в Украине 95% автополотна находятся в отвратительном состоянии. На капитальный ремонт в этом году выделили рекордную сумму 16 миллиардов гривен. Так с чего же начнет автодор, выяснял Александр Васильченко. Киев, городская станция медпомощи, ежедневно здесь принимает более 6 тысяч звонков. Каждому пациенту отправляют неотложку. Выезжает 12 бригада. Медики говорят, часто на спасении человека есть всего лишь несколько минут. По статистике практически каждый второй вызов это госпитализация. Карета скорой помощи должна приехать в течение 10 минут. Вот доправить пациента в медучреждение необходимо в самые короткие сроки. И здесь свои коррективы уже вносит дорога. Максим фельдшер неотложки. Считает на дороге две проблемы. Водители, которые не пропускают скорую и асфальтовое покрытие. Узять хворых по плохим дорогам очень тяжко. Это еще тяжкая травма. Например, требует хворого максимально выстрелить. Но наши дороги это сделать не могут. После этой зимы, говорят автослесари, и работы по ремонту прибавилось. В первую очередь летит ходовая. А это бьет по карману автовладельцев. Раскошеливаться приходится на сумму от 5 до 15 тысяч гривен. По таким плохим дорогам выходит чаще всего из строя. Это тяги стабилизатора, втулки стабилизатора, наконечники рулевые. Они влечут за собой неисправность амортизационных стоек, плюс опорные подшипники. Это влияет на безопасность автомобиля, пассажиров и окружающих тебя на дороге. Похвастаться качеством асфальтового покрытия не могут и в регионах. Это автотрасса Днепр-Кривой Рог. Она вошла в десятку худших дорог Украины. Это еще более-менее дорога. Есть куски Кировоград-Николаев. Там вообще отсутствует покрытие. Днепропетровск, Кременчуг, Киев, Кривой Рог. Дороги абсолютно отсутствует напрочь. Минус нашей власти. А это Ужгород, улица Капушанская. Здесь все в ямах. Я, пока ехал до вас, я зловил очень хорошую залитую водой яму. И мне уже сейчас доведется снова идти раскатывать диски на моей машине. В Кабмине говорят, необходимо срочно проводить капитальный ремонт дорог. Я бы хотел сказать про капитальный ремонт дорог. Владимир Владимирович. Первый березня я в минулом году давал доручения про то, чтобы вы очень быстро подготовились до нового сезона. Потому что у нас, как правило, за снегом сходит асфальт, которого 95% дорог сегодня находится в жахловом состоянии. Мы обеспечиваем необходимое финансирование. Ваше завдание – прозорость и эффективность управления этим процессом. Финансировать ремонт автодорог в этом году решили по-взрослому. Впервые за последние несколько лет выделили солидную сумму – 16 миллиардов гривен. С этих 16 миллиардов – 7 миллиардов на похождения долгов и 1 миллиард на похождения старых долгов. Еще с 2012 года. Значит, что нам осталось 2 миллиарда на ямковый ремонт, 1,5 на эксплуатацию, чуть-чуть более чем 5 миллиардов на ремонты, поточный средний ремонт, капитальные ремонты. Из этих средств выплатят и премию главе Украфтодора. Владимир Амелян вытребовал у Кабмина космическую сумму в размере от 200 до 300 процентов зарплаты Новака. Я не верю, что человек, который отвечает за десятки миллиардов гривен в год, может отримать 15 тысяч или 10 тысяч гривен зарплаты, или 12 тысяч гривен зарплаты, и сделать выгляд, что все окей. По словам министра инфраструктуры Владимира Амеляна, в прошлом году дорожники отремонтировали приблизительно тысячу километров автополотна. Это только 1% дорог Украины. В этом году, подчеркивает министр, в нагрузку возьмут и реконструкцию мостов. Как вы знаете, была нещодавно ситуация в Киеве. На жаль, по Украине она еще гирше. 17 тысяч мостов, которые есть в Украине, близко 9 тысяч в аварийном стане. 4 тысячи подлегают негайному ремонту. В этом году мы сможем отремонтировать лишь 80 мостов. А пока в министерстве думает, как правильнее потратить деньги, руководитель Автодора осваивает ямочный ремонт. Говорит, в Польше этот опыт не применяется, но в Украине все иначе. Или сделать нормальный поточный ремонт на 400 километров дорог, или обеспечить приезд для людей по 30 тысяч километров дорог. Но для меня ответ очевиден. Это меньше зло, но меньше зло. Но нужно это сделать. И этим меньшим злом заняты ремонтники на Днепропетровской трассе. Срез асфальтобетона. То есть асфальт, который срезался, тем мы его и засыпаем. А на сколько долго он лежит? Ну, я не могу вам этого сказать. Все зависит от погоды. А в столице на погоду не сетуют. В ямы кладут хороший асфальт, правда, заделывают не все. На данный момент проходит ремонт аварийных, аварийной ямковости. То есть, та яма, которая может привезти... Ну, это же не яма. Есть нормы. Эта дорога, она вообще идет в капитальный ремонт. На данный момент убирается аварийная ямковость. То есть, та ямковость, которая может задать шкоды людям, привезти до аварии и разбиться машина. Вот и все. А будет здесь капитальный ремонт? Ну, обещают, так. А когда? Они до того возвращаются. К слову, столичную улицу Олены Телеги утверждают дорожники последний раз капитально ремонтировали в 70-х годах прошлого века. Александр Васильченко, Никита Исайко, Владимир Дедов. Подробности, телеканал Интер.